Всем привет, с вами Джабо Макс и в этом видео я ставлю свои 5 копеек о игре Крикдаун 3. Видео будет исключительно моё мнение, поэтому если вы с ним не согласны, то просто напишите об этом в комментариях. О том, что это за игра, что она из себя представляет, рассказывать не буду, так как вы сами прекрасно всё знаете. Да, это та самая игра, которую переносили множество раз. Игра, которая использует облачные технологии. И та самая игра, которая является эксклюзивом Microsoft и которая делалась 5 лет. Это срок. Наконец-то она вышла и каждый желающий может поиграть в неё по подписке к Xbox Game Pass или купив её за 4000 рублей. Но сразу скажу, игра на свой ценник никаким образом не претендует. Это невероятно завышенная цена за эту игру. Я не фанат серии, я отношусь к ней совершенно нейтрально, вы это знаете с предыдущего ролика. Но так или иначе, мне было интересно, что получилось из этой игры в итоге. Ведь довольно долго её делали и по словам Microsoft это должен был быть хороший проект, в который вложили немало денег. Я в это верил, но к сожалению, в итоге получилась всё ещё недоделанная игра, которую выпустили лишь потому, что хотели хоть как-нибудь закончить начатое. При этом даже не парились над локализацией. Да, игра не переведена на русский язык даже с субтитрами. Я уже давным-давно смирился, что нет русской озвучки, но чтобы не вводить субтитры, это... Это плохо. Это большой, огромный болт на российской комьюнити. И складывается ощущение, что майки вообще могут забить на наш рынок, но это видео не об этом, поэтому поговорим об этом как-нибудь потом. Ай, короче, мы поняли, этот чел сейчас опять обосрёт эту игру, скажете вы. Нет, я не люблю обсирать игры и всегда люблю говорить по факту. В этом случае факт в том, что игра реально недоделанная и сделана она не очень качественно. Я бы сказал, что на скорую руку и без души. В игре наблюдаются лаги, всяческие баги, недоработки и даже задержка в управлении. Кстати, я с этим встречаюсь впервые и да, в этой игре, когда играешь в кооперативе, почему-то дико долгий отклик на твои команды. Задержка составляет около половины секунды и это очень сильно ощущается. Ездить на машине очень трудно и всё, что ты хочешь сделать, нужно делать заранее. При одиночном прохождении такой проблемы не наблюдается. Графика также далеко не шедевр. Да, я понимаю, что это такой стиль и многие хвалят её за отражение, блики, прикольный стиль мира. Даже кто-то её хвалит за функцию HDA. Не, ну это, конечно, по-любому проплачено, ибо хвалить эту игру именно за эту функцию, это жопа. Видимо, больше не за что её хвалить. Но если реально на это посмотреть, то кроме отражений, почти ничего, по сути, не изменилось с прошлых частей. Если графической составляющей приписать сюда и анимацию, то тут она почти отсутствует. Разрабы не парились над ней вообще. Она, наверное, такая же убогая, как и в State of Decay 2. И знаете, когда смотришь на людей в городе, сразу вспоминается именно эта игра. Хрен знает почему. Сам процесс игры и геймплей никак не приносят удовольствия. Ты просто бегаешь, автоматически наводишься на врагов, стреляешь, иногда забираешься на какие-нибудь здания и, по сути, всё. Не радостно, не весело, а самое главное, не интересно. Но ещё ты можешь воспользоваться транспортом, ведь это открытый мир и ты в мегаполисе. Вау, круто, ну и, собственно, конец. Все эти прокачивания, боссы и всё прочее, что есть в игре, мне показалось нереально скучным, нецепляющим и однотипным. Что единственное прикольное в игре, так это неплохое музыкальное сопровождение, которое хорошо подходит к тематике игры. Прикольное, электронно, то есть можно подёргать ножкой и покачать головой в такт. Что касаемо мультиплеера, у меня мнение не поменялось. Это, на мой взгляд, пустой и никаким образом не цепляющий режим игры. Да, там есть полная разрушаемость, но мало того, что она сделана не так, как нам обещали, её там капец как урезали. Так ещё она и не приносит никакого удовольствия и никаким образом не влияет на исход матча. Подробнее о мультиплеере можно узнать в предыдущем моём видео. Если в целом не брать какой-то конкретный аспект игры, то Crackdown вышла не такой, какой нам обещали. Если посмотреть самый первый трейлер и показ альфы, то вы меня должны понять. Изначально идея игры заключалась в полном хаосе, в том, что вы могли разрушить полностью город, чтобы везде был экшен, драйв, а самое главное, next-get. Но, видимо, при разработке что-то пошло не так. Думаю, что было очень много проблем и весь этот процесс прошёл не очень гладко. На релизе нам выкатывают некую полуавтоматическую игру, которая никаким образом не пахнет тем, что нам показывали и обещали. А самое главное, не пахнет чем-то новым. Это тот же самый Crackdown, который заходит фанатам серии и не более. Столько времени и денег, а в итоге пастген какой-то. Найдутся люди, которые и оправдают эту игру. Вы не разобрались с ней, это не АА-проект, это не такая игра, как вам кажется, её нужно полностью пройти и так далее. Ребят, ну давайте посмотрим правде в лицо. Это не тот проект, который нам обещали. Это не тот проект, который нужно было с нетерпением ждать. Игра недоделанная. И это не совсем тот проект, который должен стоить 4000 рублей. Что тут оправдывать, я пока не знаю. Crackdown 3 это ничем не цепляющая игра, которая зайдёт истинным фанатам серии и которую, скорее всего, пару раз включат ради интереса простые зеваки, которые имеют подписку Xbox Game Pass. Для чего надо было доделать этот проект, я пока не понял. Лучше бы они всё же его бросили и сэкономили бы много сил, денег и времени. Знаете, если бы эта игра вышла бы летом, то я думаю, она была бы такой же, как и сейчас. Так как спустя довольно-таки много времени, ничего нового и грандиозного в этой игре сделано не было. О чём говорить, если сама игра в техническом плане всё ещё не доделана. И это я считаю реальным плевком в лицо всем игрокам, которые хоть каплю ждали и верили в эту игру. Да, она лагает на единственные консоли и на релизе в мультиплеере нельзя пригласить своих товарищей. А ведь идёт 2019 год, Next Gen, 4K. Зато в ней отмечают и хвалят HDR. Берись. Если всё подытожить, что я сказал ранее, то это игра для узкой аудитории. К фанатам претензий не имею, если нравится серия, то третья часть, скорее всего, вам зайдёт. Но вот новых пользователей она вряд ли к себе привлечёт. Как игра по подписке, она неплохая. Можно вечерком зайти, на расслабоне, побегать, пофаниться. Но чтобы целенаправленно покупать подписку ради этой игры или покупать игру за 4000 рублей, это не про неё. А, я как простой пользователь консоли могу сказать одно. Эта игра мне не понравилась. Если выпустят какое-то дополнение, какой-то сиквел, то я и близко не посмотрю в сторону этой игры. Она меня реально ничем не зацепила. Если у вас есть подписка Xbox Game Pass, попробуйте эту игру. Она весит не так много. Может быть, вы найдёте в этой игре что-то такое харизматичное, интересное и тоже, за что можно полюбить эту игру. Лично я ничего такого в этой игре не нашёл и надеюсь, что это последний такой вот слабый эксклюзив от Microsoft Studio. Вот такое вот у меня мнение об этой игре. Если вы с моим мнением не согласны, то обязательно напишите свои комментарии по поводу этой игры. Мне будет просто интересно почитать, за что можно полюбить эту игру, чем игра может зацепить и чем она может вообще понравиться. И если вам понравились мои мысли, понравилось видео, то с вас палец вверх, подписывайтесь на канал и большое вам спасибо за просмотр. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!